Перед тем, как вы начнёте смотреть это видео, я бы хотел сказать следующее. Если вам нравится видео на моём канале, то обязательно загляните на канал Максима Ульянова «Живи на 100%». Как найти цели в жизни? Что делать, если нет сил? Как мыслят успешные люди? Зачем и в каком возрасте жениться? Как стать увереннее и избавиться от проблем? Эти и другие вопросы на разные жизненные темы ты найдёшь на канале Максима. Если хочешь лучше разбираться в жизни и жить на 100%, переходите по ссылке в описании под этим видео и подписывайтесь. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему люди, у которых есть деньги, может быть власть и у них много возможностей, почему они гробят себя, принимают различные наркотики, сливают деньги в трубу, в казино, на бесконечное количество девушек и так далее? Почему им так безразлична их жизнь? Почему они бухают и гробят своё здоровье и всю свою жизнь? Вот об этом мы и поговорим, потому что это видео посвящено воспитанию себе внутреннего стержня, который не позволит это сделать. И второе – духовному развитию, которое я считаю, что важно. Итак, погнали. Начнём с духовного развития. И именно по тому, что я сказал в самом начале, оно и нужно человеку, потому что все сейчас в погоне за деньгами, за возможностями. Все хотят больше, это понятно. Но когда у тебя есть больше, когда тебе это дано, может быть, даже ты этого не достигал, или ты этого достиг, но появилось какое-то присыщение. Ты уже не ценишь эти возможности, и ты начинаешь раскидываться деньгами и направлять их на то, что не ведёт к тебя, к развитию. Это ведёт к деградации. Таких примеров много среди звёзд, политиков, учёных. Только так новости трубят, что один исполнитель умер от наркотиков, другой, третий. То есть вроде бы есть всё для счастья, для того, чтобы вкладывать себя и становиться здоровее, улучшать свою жизнь. Но счастья нет. Именно поэтому я уже давным-давно пришёл к выводу, что без духовного развития и воспитания в себе нужных качеств никуда. И это нужно абсолютно любому человеку, и 15-летнему, и 30-ти, и 60-летнему в том числе. Это касается абсолютно любого человека. Именно поэтому я на своём канале начал записывать видео про духовное развитие. И я напомню, что духовное развитие — это не религия, это не только какие-то мантры, молитвы, чтения священных текстов. Духовное развитие — это процесс работы над собой. А как это будет называться, во что вы поверите, это уже ваше личное дело. Главное, чтобы ваш дух развивался. Я сейчас вам расскажу про одну простую практику. Если вы это будете практиковать каждый день, вы сможете воспитать внутренний стержень. Люди о вас скажут, что вы действительно изменились в лучшую сторону. А самое главное, вы очень хорошо прокачаете себя духовно. В духовности нет совершенства, там нет никаких этапов, граней, 80-х уровней. Там бесконечная, непрерывная работа над собой. И, кстати, мне нравится вот эта концепция, что наше физическое тело ограничено, а наш дух, он безграничен. Если у нашего физического тела есть какой-то предел в развитии, выше чего мы не можем прыгнуть, даже с допингом, с астероидами и так далее, то на уровне нашего духа мы можем развиваться бесконечно, мы можем достичь абсолютно любых весот. Именно сила духа сделала известным такого человека, как Ник Вуйчич, который без рук, без ног показал пример всему миру, как можно жить. Именно та книга, которую я прочитал про бойца, который стал чемпионом США, у него тоже нет ни рук, ни ног. Вот она сила духа, вот она духовное развитие. Итак, в чем заключается сама практика? Это всего лишь маленькая капля из огромного океана, как можно работать над собой, потому что, по сути, в нашей жизни все это уроки. Ваши негативщики, люди, которые в вас не верят, те, кто вас не понимает, те, кто вас кидают на деньги, те, кто не платит вам зарплату, это все ваши учителя. Это все для того, чтобы прорабатывать. Но вопрос, когда вы сталкиваетесь с каким-то негативом, как вы на него реагируете? Можно ли негатив превратить в свой личностный рост? Можно. И я так начал практиковать уже давно, и я поделюсь этим лайфхаком с вами. Фишка заключается в том, что, чтобы ты не принял, отдай самое лучшее, что у тебя есть. Если ты принял негатив, отдай позитив, любовь, улыбку. Если ты принял, не веря в себя, ну и ладно, забей, но отдай свое положительное отношение к этому человеку, даже если он не верит. Покажи ему потом примером, чтобы он поверил. Покажи свою заинтересованность в его развитии, даже если ему ничего не надо. Просто покажи своим примером. Я недавно узнал одну фразу, ее сказал великий философ Синека. Вместо сотен тысяч пробоведей лучше один раз показать, и это будет намного лучше. Мне этот принцип очень понравился, и с этого момента я начал регулярно его практиковать. Давайте разберемся, как это работает. Если на вас негативит, если какой-то человек поливает вас грязью, что вы отдаете в ответ? Вы отдаете в ответ такой же негатив. Тем самым негатива в нашем мире становится только больше. Если человек в вас не верит и это демонстрирует, что вы отдаете? Вы отдаете сразу свои эмоции, спор, вы начинаете спорить, обижаться, вы отдаете свои обиды этому человеку, вы прекращаете с ним общаться. Если вас кто-то кинул на деньги, если вас кто-то обворовал, вы ходите обиженный на весь мир. Почему с вами такое произошло? Что это за несправедливость? Ну а если, например, у вас что-то не получается, а у другого получается, вы на него смотрите и думаете, ну я же более достойный. Почему у меня не получается, я же такой классный? А у него, у него меньше шансов, у него меньше вариантов, у него меньше возможностей. Но почему он зарабатывает? Почему он делает бизнес? Почему он делает карьеру? Почему он создал отношения? Почему он научился делать одно или другое? Бесконечный вопрос. Почему у него, а не у меня? Ну согласитесь, такое бывает. И то, о чем я хочу сказать, я хочу, чтобы вы назвали внутренним фильтром. Вот станьте фильтром. Станьте фильтром, который в себя принимает пусть все самое плохое, пусть все самое ужасное, что с вами происходит. Но в этот мир вы отдаете только веру и позитив. Только веру и позитив, и больше ничего. Это все, что нужно миру от вас, для того, чтобы вы не стали продолжателем этого негатива. Давайте представим наш внутренний стержень, нашу силу духа, как действительно какой-то такой металлический стержень. Ну, допустим, он слабый и расхлябанный, он еще не сформировался, он не металлический, он какой-нибудь пластиковый или картонный. И когда в вас, внутрь, в ваше сердце попадает какой-то негатив, вы испытываете какие-то эмоции, вы не верите в себя, то вот ваш внутренний стержень, он превращается вот в такую закорючку, в такую змейку, из которой можно делать все, что угодно. Но потом мы отошли, прошло время, мы расслабились, и мы вроде бы опять выпрямились. Мы посмотрели мотивационный фильм, мы поверили в себя. Но потом наступает ситуация, вы пытались открыть бизнес, потеряли много денег, и вот вы опять уже в депрессии. Вот этот внутренний стержень, он опять так же мнется. И ваше внутреннее состояние, оно начинает проявляться в агрессии, вы огрызаетесь, у вас плохое настроение. То есть вы это начинаете проявлять в мир. Человек, который стал настоящим фильтром, который воспитал свою силу воли и сформировал внутренний стержень, Что бы в него не попало, этот внутренний стержень остается таким же прямым. Пусть эта прямая линия, это будет его точка А к его цели. Пусть это прямая линия, и пусть это будет один металлический, стальной, титановый стержень, который ничем никогда не погнуть. И секрет заключается лишь в том, что что бы вы ни приняли в себя, вы отдаете самое лучшее на эмоциональном уровне. Если с вами что-то произошло, благодарите, благодарите этот день за все, что с вами было. И плохое, и хорошее. Сильные люди поступают совершенно по-другому. Настоящая внутренняя сила, настоящее духовное развитие, когда ты, несмотря на все эти ситуации, ты благодаришь. Ты благодаришь эту ситуацию, которая произошла. Ты благодаришь воров, которые у тебя украли эти деньги, возможно, ты чему-то научился. Ты благодаришь человека, который тебя задел, и ты на него вроде бы разозлился. Но ты его благодаришь за то, что он показал тебе твое несовершенство, что тебе еще нужно работать и работать над собой. Помните, я в одном ролике про духовность говорил про старца, который долго медитировал в горах, достиг просветления, стал великим гуру. И понял, что он стал мессией, и пора нести истину в массы. Но только он спустился с горы, и тут проходит обычный пастух и задевает его плечом. После чего этот великий просветленный мессия оглянулся на него и начал агрессивно ругаться за то, что тот толкнул такого высокопоставленного старца. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что все вот эти самомнения, догадки, то, что мы сами о себе придумали, не являются правдой. На самом деле этот старец никакого просветления не достиг. Потому что он находился там, один в горах. А жизнь это здесь, где тебя толкают, где тебя ущемляют, где тебя, возможно, не поддерживают, где у тебя есть препятствия, где у тебя есть не только внешние враги, у тебя есть внутренние враги. В виде твоей лени, в виде твоих отмазок, в виде наших каких-то маленьких простуд, болезней, которые мешают нам пойти на тренировку. В виде дождя, но это уже не внутренняя, но погодная, которая нам мешает идти на пробежку. В виде внутреннего врача, который сам себе поставил диагноз, что нет, я еще не восстановился, мне не нужно пока тренироваться, надо еще отдохнуть. Врагов, в кавычках врагов, внутри и снаружи очень много. И тот человек, который воспринимает все это врагами, естественно, он несчастлив. Какие бы у него ресурсы, деньги, возможности не были, он несчастлив. Он воспринимает все существующее в этом мире своим врагом. И воспринимает другом лишь то, что ему что-то дает, какие-то бонусы светят. Но в то же время есть огромное количество успешных людей, я о них уже говорил в самом начале, которые воспринимают все это своим учителем, своим другом, любого человека. Любого человека, который в вас не верит, это ваш великий учитель. Потому что великий учитель тот, чей ученик превзошел своего учителя. Так вот, превзойдите вот этих своих учителей вокруг. Превзойдите всех, кто в вас не верит. Превзойдите все свои стереотипы, скепсисы. Не идите на поводу, превзойдите, поднимитесь над этим. Сделайте то, что они не могут. И тогда вы превзойдете своего учителя. И тогда все вокруг вас будет великими учителями. И это будет ваша великая история и великая жизнь, которая будет заключаться не в популярности, не в том, чтобы вы стали крутым блогером, спортсменом, накачали большие мышцы или купили большую тачку. Нет, успех вовсе не в этом. Успех, он где-то внутри, он тихий. Это счастье, это любовь, это взаимоотношения. Это то, чего не видно. Это то, чем не похвастаться в инстаграме. Но это самое ценное, что есть в жизни и к чему все стремятся, но не знают как. Вот это и есть ваш духовный рост. Путь к этому. Принимаешь самое негативное, отдавая любовь. Принимаешь самое негативное, отдавая любовь. И я считаю, жить надо только так. И ваш мужской характер воспитается именно таким образом. Всего лишь одна вещь, которую вы будете практиковать целый день, каждый день, с утра и до ночи. Это большая душевная работа. Но вместе с духовным ростом это колоссальное воспитание силы воли. И есть такое стихотворение, которое я недавно опубликовал на своей странице ВКонтакте. Не позволяй душе лениться, чтоб вступив в воду не толочь. Душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. Стихотворение очень большое. Найдите полную версию, и вы поймете, в чем суть, в чем вся соль. Я желаю вам удачи. Если вам понравилось это видео, то ставим лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами Павел Багрянцев. Всем пока.